привет дорогой друг сегодня подводка будет почти обыкновенной да это диван вопросов от родителей да вы ждали ведь у нас гостях алина привет меня зовут алина мне 17 лет я учусь в 11 классе заканчиваю мои родители бывшие руководители революционного центра сейчас они служители церкви в которой в которой мы всей семьей ходим поэтому что церковь новый завет шик давай чуть сразу про твою семью потому что ты так начала с нее расскажи пожалуйста про вообще сколько вас что у вас за семья откуда вы вы выросли в санкт-петербурге или вы переезжали про твое детство и вообще про про жизнь да в моей семье я еще два брата младших моих родилась в санкт-петербурге практически сразу мы уехали в революционный центр потому что моих родителей пригласили туда служить а это где это в ярославской области поселок некрасовская деревня плаксина в общем далеко отсюда вот там прожили примерно 12 лет и вот получается сколько мы уже ну примерно 455 лет наверное что это за время ты наверное как ребенок наверно не совсем понимала что происходит почему вы выезжайте в реп-центр да на тот момент мне было месяц может быть от рождения поэтому я еще так но было весело потому что моих ровесников практически не было там репетиционный центре кто-то приезжал кто-то уезжал и поэтому друзей таких прям не было но я дружила с реабилитантами было весело там коровки что это что это за место я не проводил много времени в реп центрах думаю что многие зрители тоже что это расскажи туда приезжают зависимые от разные зависимости алкоголь наркотики даже игры какие-то до компьютерные и там получают освобождение на основе естественно мы проповедуем им боги и получать освобождение что происходит с этими людьми потом когда они получили вот свое освобождение извините когда они получили свое освобождение что как бы с ним присвоение остаются там реп центрах или выезжают или что-то разного то есть такой промежуток год они проходят реабилитацию кто-то уезжает и мы пытаемся как-то в тех городах куда они уезжают находить им церковь ну чтобы как-то чтобы они не угасли кто-то остается служить дальше то есть очень большинство да очень многие оставались тоже служить людям которые приезжают туда почему ярославская область что это вообще за место как так получилось я не знаю просто моих родителей пригласили я не знаю что было в их головах чтобы поехать туда это же далеко от санкт-петербурга вдвоем они только начали свою совместную жизнь только поженились практически и я родилась и не знаю наверно что-то это было это был зов но они себе не объясняли это что их там сердце но мой папа всегда говорит что он себя прислушивается к богу потому что как мы как я верю что он переехал туда служить что это именно призыв бога был и что мы вернулись сюда санкт-петербург уже будучи я взрослая папа советовался с нами он очень долго молился чтобы переехать сюда обратно то есть это не было его желание расскажи про вашу семью чуть более подробно что как проходил ваше воспитание если у вас традиции какие-то там христианского характера или нет как вы относитесь к наказанию но у нас есть такая традиция которая мне очень нравится мы каждый вечер молимся перед сном то есть собираемся всей семьей до можем за ужином пообсуждать что-то как прошел день где-то мне очень нравится про воспитание самым таким ярким это то что папа всегда нам говорил что ну почему и задавать себе вопрос почему ты это сделал что сидишь такой он тебя ругает и спрашивает зачем ты сделал а ты сидишь не понимаешь я не думал когда это делал потому что сделала сделал ну там когда баба очень часто говорит что это что надо очень часто говорит надо убираться в комнате да это проблема и и потом сидит и спрашивает почему ты это не сделаем я не знаю не думают и поэтому вот сейчас я понимаю что самое главное папа что он научил нас всех у меня два брата да что задавать себе вопрос постоянно зачем я это сделал делаю и почему это дело твои взаимоотношения с богом что это такое ты давно стала верующей или нет как как тебе этот процесс происходит мне кажется вот прям таким ярким событием это как раз был переезд из ярославской области сюда в на петербург потому что здесь не было друзей новое место тут только родственники были и мы перешли в новую церковь и ну для меня было сложно потому что находить новых друзей переходить в новую школу рассказывать людям о том что я верующая в классе как это мы относились в школе первое время естественно была какая-то верующая а потом нормально мне кажется что не было такого что а веруще есть такие которые говорят святоша и ожидают от себя какого-то поведения соответствующего и вот это сложно а так мне кажется сейчас все равно такая тенденция что все здоровый образ жизни и если ты не куришь ну классно если ты не бьешь ну классно и поэтому больше смотрят на твое поведение чем проявляется твое поведение как крестьянки все но в чем особенность чем что тебя как ты думаешь отличает мне кажется что какие-то такие мелкие возможны но поступки типа не обзывать кого-то ну так банально самое не сплетничать про учителя допустим если мы говорим про школу что да он ничего не понимает а он нас даже не учил этому ну бывает часто что такое вот не знаю как-то все равно все равно люди замечают даже если я не говорил они все равно подходят спрашивать почему такая не знаю просто своим образом жизни служит людям как как я думаю да у тебя есть понимаем по твоему служению где-то должна быть где куда тебя господь там хочет повести сейчас на данный момент я служу в хоре на утреннем служении на общем молодежной команде прославления играю на клавишах и параллельно с этим я пишу свои песни одна из них уже записано да можете слушать века вот и мне кажется что не знаю все на след чтобы прям знать свое призвание мало кто знает но мне кажется что бог призвал именно к поклонению прославлению и я через свои песни тоже говорю о боге и мне кажется не верю я знаю что господь особенно относится к людям которые вот в прославлении что это что для тебя прославление что как может быть то по особенному бога переживаешь и вообще воспринимаешь его через песни или как у тебя что ну что для тебя прославление на самом деле бог я каждый раз когда когда мы в прославлении мне очень нравится молитвенное служение когда мы очень долго поклоняемся и это такое спокойное время когда ты можешь просто поговорить с богом неважно поклонение это не только петь песни это просто твое состояние сердце когда ты полностью отдаешься богу и ну весь мир отключается просто и так практически всегда мои песни приходят то есть именно когда поклонение в такой тишине расскажи пожалуйста почему ты решила что бог есть для тебя именно что это ну ты ты же поверил не только из двух родителей ты осознанно приняла это решение кажется из-за того что я росла в репцентре я видела какие люди приезжают и какие они уезжают совершенно другие некоторые видела типа работу изменения в их жизни да они они уезжали ну прям вообще другим даже не то что духовно я говорю даже вот есть осмотреть фотографию до и после это просто два разных человека и мне кажется что я увидела вот это вот силу божью что без всяких там медикаментов и психологических всяких тренингов можно изменить жизнь просто просто любовью божьей сейчас твои родители служители церкви в чем проявляется служение и как бы какие у тебя планы ты хочешь сделать свою церковь ты хочешь может быть репцентры тоже открывать если у тебя такое вообще мой папа дьякон церкви мама играет на флейте в команде прославления то есть у вас такая полумузыкальная семья да ну типа того да брат брат но он в медиаслужении как раз вот я в будущем я не знаю не знаю что мы хорошо я хочу чтобы мы с тобой еще чуть-чуть окунулись в отношении твоей семьей наказание как относились к ним вообще ты к ним твои родители наказывали вас что мы прям ремнем ну да меня никогда не ну то есть папа говорил 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 и когда какой-нибудь вот прям край тогда возможно бы наказал но мы поговорили что поговорили и ты вроде поняла и все и нормально то есть ты была спокойным ребенка наверное да твои братья бывало бывало кажется мальчики они прям хотят узнать где край вот когда терпение кончится что тебя особенно цепляет в нашем мире что как бы что какую бы проблему может быть ты хотел бы изменить ну может быть у тебя есть не знаю экологическая проблема или проблемы в семьях проблема алкоголизма не знаю что есть такое или ты пока не не думаешь вот не задумывалась честно говоря просто просто помогаю людям все искушение ну часто у тебя в жизни бывает искушение и чем не знаю если ты готова об этом говорить чем что тебя искушает например или в чем больше всего ты чувствуешь что укосячишь там знает обманываешь воруешь или что такое может чуть-чуть искушение мне кажется они есть у каждого мне кажется у меня есть такая независимость мне кажется сейчас у всех такая независимость от соцсетей и каждый раз когда я говорю себе что сегодня надо позаниматься там уроками или банально что-то поделать по дому это затягивает это затягивает мне кажется нужно с этим просто бороться как об этом возможно бог дает освобождение от всего да но свое свой свой стержень какой-то просто иметь прежде чем отпущу тебя я хочу что бы ты дала два совета один совет детям и один совет родителям я стараюсь этот вопрос почти у каждого бы задавать потому что мне кажется что каждый человек все таки по разному на все об одних вещах это интересно сколько даже человек скажет ну как бы вот детям я думаю что ну в первую очередь как говорится в библии что это послушание уважение родителей но первую очередь понимать что тигр не как бы мы думаем что это ограничение которые ставят нам родители что это 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 как забор который ограждает нас один раз кто-то сказал и я прям запомнил это на всю жизнь как забор который храняет нас а за забором обрыв и ты будешь падать очень долго и очень больно и что вот эти вот этот забор который ставят родители это не ограничение просто ограждение от чего-то что родители не хотят просто причинять такую боль которая когда-то невозможно чувствовали а родителям родителям чаще слушать своих родить и родители тоже родители я надеюсь вы услышали нас дети тем более надеюсь что услышал нас алина спасибо тебе мне понравилось разговаривать с собой это